А пока к другим темам дня. Только мы начали забывать о тех масштабных проблемах, с которыми столкнулись жители Ангарска во время замены лифтов, как трудности вновь напомнили о себе. Сразу в нескольких домах совершенно новые подъемники сломались. Тему продолжит Олег Федоров. Нажми на кнопку и не получишь никакого результата. Новый лифт в этом ангарском доме был установлен около года назад. Но сегодня он уже не работает. Спускаться по лестнице еще полбеды, признает Любовь Назарова. А вот подниматься на девятый этаж годы уже не те. Вещи тащишь что-то, продукты тащишь, все тащишь на себе. И постоянно через два поднимаешься, отдыхаешь, опять поднимаешься, отдыхаешь. Ну это очень неудобно. Занималась демонтажом старой техники и установкой нового лифтового оборудования подрядная компания «Звезда». Работы проводились в рамках капитального ремонта. За комментарием наши коллеги из Ангарска обратились к директору фирмы. Ответ оказался максимально прозрачным. Давайте так. Когда будет результат? Если честно, только предположение могу сказать. Ну и завтра ближе к обеду что-то можно будет. Добиться официального ответа не смогли и жители дома. А вот что у них получилось, так это организовать проведение независимой экспертизы. Она показала, что из строя вышла панель управления. Проблема в том, что эта деталь идет в комплекте с подъемным механизмом. Если и менять, то все вместе. А это полтора миллиона рублей. За помощью жильцы дома обратились в соответствующие инстанции. 30 августа управляющей компанией была написана претензия в адрес ООО «Звезда». Была подана претензия по поводу остановки лифта с указанием причины и ссылкой на исполнительную работу ООО «Вертикаль». На что не было никакого ответа со стороны «Звезды». Обращение в прокуратуру вынудили подрядчиков отправить пресловутую панель управления на повторное обследование. Исходя из его результатов, станет ясно, по какому пути будут развиваться события. Хотя жильцов этого дома пока ждет только один путь – по лестнице. Олег Федоров, новости побудем.